Итак, антенный анализатор, часть вторая. Добавил я к своему DDC свиперу мост для измерений. Решил не заморачиваться с поиском D18, поставить обычные импульсники 4148. Не знаю, будет, видно, не будет, потому что тут камера не очень. Ага, вот так получше. Время восстановления у них порядка 4 нс. То есть, в принципе, сами они будут работоспособны до 250 МЕ. Но у меня все равно будет качать максимум 45 МЕ. Это та частота максимальная с AD9850 модуля, при которой еще амплитуда не падает, а остается стабильной. Так, ну что. Мост 50-ти умный, рассчитан на 50-ти умную нагрузку. Тут с этой стороны экранирный отсек дополнительный. Как я уже говорил, для какой-нибудь удаленного контроля. Так, закрываем. Сейчас подключим. Проверим его работу. Так, загрузился. Теперь какую-нибудь эмуляцию нагрузки. Ну, активное сопротивление я уже проверял. Сейчас возьмем что-нибудь такое. Полуволновой гиполь. Суррогатный. Вот у нас проволока есть. Длиной 2,80 и второй 2,80. Приблизительно. Конечно, КСВ будет черти какой. Вот, ну, посмотреть можно будет. Так. И второе плечо Диполя. Так, есть. Значит, Программная часть. Использован мой DDC. Стандартном. Утилита ГАИ-контроля. Я немножко ее доработал. В обычном режиме, когда открыто основное окно программы, мы можем задавать любую частоту. И он будет работать как генератор. Вот. Но, если мы в меню или по горячей клавише F5 выберем SWR-Time. Так, это у нас Сибишка при сканировании включается. Так, нажимаем Escape для того, чтобы развернуть окно на весь экран. И вот у нас Real-Time. Мы наблюдаем, собственно, частотную характеристику КСВ и прямую отраженную волну. Сейчас мы чётче сделаем. Плохо фокусируется. Значит, рейндж мы можем задавать от 1 до 60. В моем случае это 45 максимум. Точки. Отшляется авторасчёт резонансной частоты по минимуму КСВ. Автонавигация. Вот я вот сейчас перемещаюсь по комнате. Идёт влияние рук от положения антенны. Что-то плохо очень фокусируется. Очень плохо. А, вот. Значит, красный МКСВ. Зелёный график прямая волна. Синий график обратная волна. Курсор отображает значение вне зависимости от того, где он находится в соответствующих величин. Значит, сохранена возможность автопереподключения при выдёривании шнурка. Вот я его сейчас выдёргиваю. Фактистика восстанавливается. А теперь сейчас я его подключу. Подключу. Так, сейчас. Подключаем. И она автоматом возобновит свою работу. шнурка. Вот как, насколько сильное влияние рук, не то, чтобы перемещение. и пошло реал-тайм считывание. Так, ну, в принципе... подключу. Субтитры создавал DimaTorzok